Музыка Всем привет! Зовут меня Владимир Корчагин Я художник Художник, работаю в стиле гиперреализм На данный момент живу в Стокгольме Выставка проходит тоже в городе Стокгольме Заканчивается она, к сожалению, 24 июня Но всем, кто не сможет посидеть по каким-либо причинам Я могу предоставить маленький обзор И могу рассказать о всех картинах Как я их пишу, почему я их пишу И если вам интересно Эта музыка, она как-то, не знаю, под нее так думается хорошо Можно как бы в медитацию попадаешь Вообще шикарно Я считаю, что вообще вся эта коллекция Она вот благодаря вот этому воргану Именно этой музыке Есть такое понятие, как подключение к вселенному источнику знаний К всемирному источнику Это с помощью вибрации, космоса И с помощью подключения к каналу Многие люди не понимают, как это можно Каналу какому-то подключаться и так далее Я говорю, это просто работает Встречу назначили и на автобус Я говорю, реальный муниципель, он от вас уезжает Вы начинаете брать такси, вы начинаете дергаться Приезжаете, а человек, с которым вы встречаетесь Он заболел или не пришел То есть вам автобус сразу показал эти знаки Что ехать никуда не надо Потому что как только не получилось сначала То есть, Владимир, исходя из ваших слов Можно провести прямую параллель Между вашим изобразительным искусством Вашими картинами, то, что вы говорите И между музыкой Не было бы Варгана, не было бы этой музыки Не было бы у вас, не состоялись вы как художник Правильно я понимаю? Ну, наверное, можно сказать В том плане Как-то, наверное, я соединил музыку со своим творчеством Это будет как связано Было время, когда я пытался писать картины Тоже в мега реализме Но мое понимание того, что я написал Мне казалось Это было 20 лет назад давно Казалось, что это недостойно, чтобы показывать Вот познакомившись с Варганом Познакомившись с музыкой Поближе с искусством Я опять рассмотрел Получилось так, что Честно, спустя 20 лет Я рассмотрел свои рисунки, эскизы Которые были сохранены Случайным образом Потому что это вообще Совершенно отдельная история Я посмотрел и решил Что надо попробовать еще раз рисовать Писать А мне вот просто А я вот хотела спросить Практически все это идеальная фигура Получается, что Про идеальную фигуру Тоже интересный вопрос Потому что Есть такое слово Что такое совершенство? Говорят, да? Что такое совершенство? Совершенство это Равенство пропорций То есть если Вещь пропорциональна Она совершенна То есть получается Подходишь к вещи Если нет желания Что-то убрать Или что-то добавить Значит она пропорциональна И вот Я пытался Показать именно Форму женского Или мужского тела Что именно оно Пропорциональна Если оно пропорциональна Оно будет красиво Изначально Где-то у кого-то Грудь разных Допустим Разного размера Где-то там Ноги больше-меньше Где-то руки-пальцы Но сам факт Когда пропорция у человека есть То он красив Он пропорциональна Вот поэтому Вот был тоже Упрос был интересный А почему Вы не рисуете На плане Ты не рисуешь Жизнь Таких женщин Которые Там выпустим Есть И так и так Я говорю Это определенный вид Допустим Творчества Это в будущем Я собираюсь Нарисовать У меня есть желание С этого старика Есть такой вот Загруженный Жизненный Старик Он лежит Вот так Стоит С бородой У него Куча морщин На клюке И вот Одежда такая Уже там Вся перечиненная По 150 раз Сзади Там хоть и виноградник Но для него В взгляде Он как будто Вот не здесь Он где-то Я не знаю На какой-то такой Прострации Вот именно В глазах Такого глубокий Этот смысл Вот это Будет желание Мне передавать Так же как и Портреты Вот эти темы А именно Вот эта выставка Именно Вот именно Эротизм Именно красота Именно вот Форма Именно вот Мне хотелось Выразить Именно красоту Тема Поэтому все Пропорционально Пропорционально Должно быть Красиво Мне так кажется Ну нет Ну с другой стороны Есть какие-то Такие Той же самой Рекламы Нам навеяны Пропорции И так далее Там 60-90 И шили И 90 Ну это да Поэтому Для всех Например Для каждого Разное То же самое Как с грудью Одну нравится Маленькие грудь Друге нравится Это да Вот Я подошла Почему все время Практически Ну не практически На всех картинках Идеальная Женская фигура Грушевидной формы Тут вариант Еще один Очень интересный Каждый фотограф Каждый художник Он может Любое человеческое тело Расположить Именно так Чтобы показать Именно ту часть тела Которая прекрасна Вот именно Если пропорционально Где-то бедро И вот Живот и бедро Я вот выразил На картине Муза Там Она Стоит Тут видно Вот это Оно Бедро Идеальное Может где-то там Другие формы А где-то не так Но именно бедро Где-то есть Грудь Вот как форма Там вот я Сконцентрировался Там не видно практически Ни ног Ничего Там Только форму Мне понравилось Из-за напряжения Грудной клетки Эти ребра Как они обтянуты Вот Грудь У меня вот вверх Она вот Стоит Вот торчком Такую форму Я просто Говорожу Вот в этой картине Тоже Я говорю Грудь как таковая Хотелось исправить Но потом Нет Вот именно Вот этой модели Именно вот эта Грудь Именно не надо Ничего исправлять Она вот Именно вот Как-то Не ты на нее смотришь Она смотрит на тебя И вот в этой картине Мне кажется Взгляд Я назвал Что ей без разницы Что мы о ней думаем Она уже о нас Взглянем Оно все подумала И ей вообще Как-то вот Не то что Как говорят С пренебрежением Человек смотрит Она смотрит С каким-то Толикой Превосходством В себе Она это превосходство Знает В чем ее превосходство Грустим Я не могу До сих пор Понять Да Но вот именно Вот выражение Вот Именно вот Как будто С испанки Знаешь Понятно Сняли вот в танце Она разворачивается И оно слетело Потому что платье слетело Оно осталось И она осталась Неудивленная Она такая Знаешь Типа 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 Понимаешь Вот и все Вот я вот Типа Такая Вот Вы посетите Назовальничка Да Именно Вот Это тело Форма Именно В таком Ракурсе Мне кажется Это негритянская Апопа Вообщественное Слово Потому что Можно снять Ракурс Допустим Если вот так Слезти снизу Фотографии Вот такие Лапы И маленькое Тело Если в таком Положении Женщину Постали То есть Получается У нее Она же Не просто Сты Одна нога Вперед Одна нога Загнута Получается Она даже Стоит Если По анатомии Ягодичных мышц Получается Одна нога Вот так А другая Аж вот так Понимаешь Именно Вот это Ровно А это Как уходит По анатомии Она Именно Вот так Получается Если Сфотографировать Любую Женскую Фигуру В таком Ракурсе Именно С правильным Освещением То можно Добиться От любого Тела Такого Эффекта То есть Не факт Что встав На самом Деле Будут У него Маленькие Плечи Вот такая Огромная Обла И так Далее Или В таком Плане Хорошо А Изначально Приходит Какой-то Мотив Скажем Или Какая-то Тема Возникает Например Сегодня Вот Ну Не тоже Сегодня А Вот Посетил Музы Какой-то Что-то Ну Я не знаю Не то что Тема Какое-то Уже Что-то Название Какое-то Или что-то Возникает В голове До того Как Картина Уже Начинает Жить Насколько Меняется Изначально В конечном Итоге Вот Если Изначально Остается На протяжении Всей работы И то Что Вдохновение Которое Я получил С образом Вот Я вижу Образ И он Меня вдохновляет В данный момент Я рассказываю Здесь вдохновила Форма Допустим Попа Здесь вдохновила Глаза Энергия Здесь вдохновила Сама И когда Я проношу Вот это Вдохновение Через всю Работу И когда Конечный Итог Я вижу Именно Тот Который Был Изначально Это Очень Мне нравится Я считаю Что Вот это Должен Человек Не то что Попытаться Но мне Хотелось бы Чтобы Именно Видели То Что Как будто Что я Вложил На эти Картины Ну Я не знаю Может Как-то Завышенная Самооценка Это называется Но Я сказал Что Вдохновение Должно Совпадать С конечным Результатом Это Очень важно Для меня Ну Наверное Это просто Потому что Когда Слов Художник Сам Он за себя Говорит В таком Случае А когда Вдохновение Не совпадает С результатом Наверное Это Еще Ученик Возможно Мне так Кажется Или Может Я Ошибаюсь Насколько Часто Возникает Такой Момент Когда Конечный Результат Вообще Вообще Другой Не с тем Что Изначально Было Придумано Или Задумано Это Возникать Может На моих Уже Опытах Работы Которые Я знаю Может Такой Вариант Возникнуть С лицами Когда Я Меняю Лицо Не Взависимости От Того Нравится Оно Мне Не Нравится Именно Когда Из Под Карандаша Из Под Постель Выходит Именно Вот Какой Взгляд Если Я Этот Взгляд Уже Увидел Если Он Мне Нравится Это Может Быть Совершенно Другое Лицо Совершенно Другое Лицо Допустим Если Рисовать Цвет Тебя Я Тебя Навру Получается Что Ты Сама Себе Не Понравишься Это Шлифовка Тонкости Мелочи Это Другой Вид Искусства Я Могу Рисовать Портреты Это Занимает Больше Времени Но Это Копирование Фотографии Я Могу Писать Его Жильем Это Нереально Чтобы Модель 200 часов Медведя Чтобы Какие-то Тонкости Замечать А иметь Феноменальную Память Как Фотографическую Ну Наверное Мне Не дано Я могу Что-то Выразить Вот Допустим Запомнить Взгляд Запомнить Черты Лица Но Мне надо Постоянно Видеть Лицо Владимир Лучится Буквально Несколько Вопросов Задать Быстрый Вопрос Довольно Такий Быстрый Ответ Есть Ли Место На Этой Земле Куда Вам Хотелось Бы Возвращаться И Возвращаться Да Есть Это Самое Первое Место Я скажу Это Родительский Дом В Ставропольском Крае Это Раз Потому Что Там Девственная Природа Еще Ничем Не Нарушенная И Там Есть Такие Звуки Которые Я не Встречал Нигде В мире А Второе Место Это Италия И Рим Рим Это Вечный Город Я Хотел Возвращаться Возвращаться И Вообще Хотелось Там Жить Хорошо Ваша Любимая Музыка Разная В настоящий Момент Дочь Не Увлек С Хаусом Это Музыка Сына И Она Мне В данный Мент Нравится Очень Нравится Электронная Музыка Хаус Несмотря На то Что Вашем Творчестве Преобладает Два Цвета Ну И Много Полутонов Черно Белый Ваш Любимый Цвет Ой Очень Такой Интересный Вопрос Я Не знаю Я Никогда Не задумывался Об этом Вопрос Насчет Своего Любимого Цвета Честно Я Не знаю Хорошо Ваши Фобии Есть То Чего Вы Боитесь Пытаетесь Не Сделать Что Либо Потому Что Может Что Уже Нет Вы Мечтатель Да Очень 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 Серьезный Мечтатель С самого Самого Деста Я Всегда Мечтал Незбыточно А что Сбылось С того Что Мечтал Незбыточно Незбыточные Мечты Которые Которые Казались Незбыточными В детстве Они Сбываются Они Сбываются Сейчас И Если Те Мечты Которые Не Сбылись В моей Жизни То Они Продолжаются В жизни Моего Сына Я Сейчас Делает Такие Вещи Которые У меня Своими Были Просто Не то Что Непозволительные А недоступные Вы Верите В Бога? Я Верю Во Всевышний Разум Назвайте Назвайте Как Хотите Но Есть Что Что Управляет Вселенной И Всеми Нами Спасибо Большое Творческих Успехов Встречайте Посетители Спасибо Субтитры